Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 22 октября 2019 года и небольшой сюжет еще по глине. То есть продолжаем. Вот изучаю комментарии по поводу «не было ничего, так строили, расходимся» по поводу статьи, что глина, вот та, что глина засыпла града, это так строили, это глина, которую делали подвалы. Есть люди, которые говорят, что да, подвалы, глиняные замки делали, чтобы подвал был сухой, но это единичные случаи. И вот просто Надя своим узким умом протянул за уши эту статью за глобальный катаклизм, который засыпал всю землю толстым слоем глины. Это совсем другой страшный катаклизм был, и его не спрятать от наших глаз. То есть большинство людей все-таки стало видеть этот засып глиняный. И несмотря на то, что очень много сейчас есть блогеров, которые придерживаются официальной версии и упорно делают фильмы о том, что не было никакого глиняного засыпа, это все либо так строили, либо разливы рек. Однако все-таки, судя по комментариям моего канала, по крайней мере, вы видите, что это действительно следы какого-то глобального катаклизма. Сейчас еще несколько комментариев. Слой глины огромный, а вот на ней почти ничего нет. Не могло же за много лет существования города и окрестностей с ней образоваться плодородного или не очень слоя. Наблюдала такую же ситуацию и под Смоленском, и в Верховьях, Днепра, только там песок. Да, действительно, глина – это выборочно, потому что в основном в средней полосе России это глина, а, например, на севере Ленинград, Карелия, там больше песок. В Воронеже тоже очень много песка, хотя есть и глина. То есть непонятно, где-то выпадала конкретно глина, где-то песок. Вот еще по поводу гидроизоляции из глины. Галина, хочется поделиться собственным опытом гидроизоляции из глины. 10 лет назад в поселке в 21-м доме была сделана эта гидроизоляция. В итоге во всех домах был мокрый цокольный этаж, и все владельцы этих домов переделывали эту гидроизоляцию на нормальную, потому что гидроизоляция из глины не работает в Подмосковье. И где она работает, неизвестно. Просто жульничество. Больше ничего не верьте в глиняный замок. Вот, пожалуйста, такой комментарий. А я по горячим следам опять возвращаюсь к Нижнему Новгороду, вернее, к небольшому району в области Нижнего Новгорода. Мне встретилась буквально вот сегодня такая статья. Мы живем на краю пропасти. Из-за оползней поселок под Нижним Новгородом уходит под землю. Я говорила, что в Нижнем Новгороде очень много оползней, и что верхняя часть города находится на вот глиняных, таких огромных метровых насыпи. И случаются эти оползни. И глина – это не старая, не древняя. Ей максимум 150-180 лет. И вот поселок, дома стоят, и прямо тут рядом обрыв. И это глина, чистейшая глина. Ссылку на статью я оставлю в комментариях, можно будет почитать. Люди старались, вложили все свои деньги в дома свои. И вот, пожалуйста, здесь тоже мы видим небольшой тонкий слой плодородного слоя, как и в Подмосковье, где-то сантиметров 30. Долго это ничего не прорастало. Такой сорный небольшой молодняк леса только-только начинает. Совсем вот молоденькие березки. До этого ничего не закреплялось здесь, на этом склоне. Обваливается дорога. Пробовали они писать, жаловаться, пока у них ничего не получается. На этом срезе глины тоже видно небольшой слой плодородный. Сорняк тут растет, деревья молодые. И вот обвалы такие. Жители очень обеспокоены, потому что у них появляются новые трещины. Сейчас мы с картой это все посмотрим. Поселок просто постепенно уходит под землю. Он не под землю уходит, а он сползает. Вместе с этой глиной он сползает к берегу реки. Сползает, по всей видимости, потому что стали селиться, отдали эти земли под застройки. До этого там были просто огороды и земля. Глина эта держалась. Когда увеличилась нагрузка, стали строить канализацию, проводить септики. Увеличилось количество воды. Стало это все подмывать, размывать. Пошли плавуны. Вода стала попадать вглубь этих глины по щелям, по трещинам. И пошли оползни. Принято решение о запрете капитального строительства на данной территории. И были выполнены инженерно-геологические изыскания, на основании которых было сделано заключение, что производить работу по засыпке зоны обрушения инертными материалами нецелесообразно, так как дополнительная нагрузка может привести к дальнейшему сползанию склона. Это Богородский район. Оползни типа Нижегородской области. Это считаются неуплотненные рыхлые отложения и слабо литифицированные осадочные породы. Легко деформируются, даже если в них нет трещин и разрывов, обычно вызывающих обрушение твердых коренных пород. То есть мы видим, что в Нижнем Новгороде это глина, это не твердые горные породы коренные, а это рыхлые неуплотненные отложения. И называют их осадочные породы. То есть это не результат наводнения, это не результат, что так строили. Это осадочные породы. Это значит, они выпали в виде осадков. То есть эта глина в Нижнем Новгороде появилась с неба, сверху она выпала в виде осадков. В Нижнем Новгороде очень много этих оползней. Не справляются дренажные системы. И мы видим, что это глина, чистая глина. Ну и теперь перейдем на карту. Поселок Новинки. Кстати, интересные новинки. Он недалеко от центра города Нижнего Новгорода. По Оке. Правый берег Оке. Высокий. Вот он здесь. И улица Береговая. Вот здесь оползни. Действительно, по всей видимости, из-за большой нагрузки строительства. Сейчас это все запрещают. Вот они, эти обвалы. Была дорога. Вот дорога. И здесь эти оползни произошли. Прямо подобрались к домам. Вот она граница. Действительно, это все может обвалиться, обрушиться. И следующие дома могут уже пострадать. То есть коренных жителей. Потому что это уже, так сказать, их не очень жаловали. Считали, что это куркули. Люди с достатком, которые стали строиться на живописных местах, на берегу реки. Это все очень красиво. Там дальше вдаль все это видно. Но счастье оказалось, так сказать, недолгим. Конечно, дело не в людях. Это дело в том, что нагрузка на эти рыхлые осадочные породы. То есть еще раз, глина эта выпала с неба. Вот эти большие слои, метровые слои чистой глины. А вот откуда она взялась так недавно, это другой вопрос. Благодарю за внимание, за это короткое видео. Оставляйте лайки, комментарии. Подписывайтесь на мои каналы. С вами была Галина Конышева. Всех вам благ!